На связи со студией Ирина Прянишникова, спикер полиции Киевской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый день. Ирина, какие последние данные по жертвам и пострадавшим на этот момент? Итак, состоянием на сегодняшний день у нас в ужасной катастрофе в Браварах погибло 14 людей. Также мы нашли 5 частей тела, которые на данный момент отправлены на экспертизу. На сегодняшний день у нас в больницах именно госпитализированные остаются 13 человек. Часть из людей были отправлены за границу в Австрию. Мы помним также о том, что на момент самой катастрофы потерпевших было 24 человека, из которых 10 – это дети. Ужасная катастрофа на самом деле. У нас есть видео о полиции Киевской области, о первых минутах трагедии. Она снята полицейскими. Давайте вместе посмотрим и вернемся. Мы осуществляли патрулирование в городе Бравары. Находились по указанному адресу. Услышали звуки, которые раздавались с воздуха, а именно вертолет. Раздался только взрыв. Была большая волна. Детали улетели под первый подъезд. Я знаю, что вы принимали участие в создании вот этого видеоматериала. Итак, что удалось заснять? Увидеть полицейским? Это Андрей Рябакони, Дмитрий Иванов. Что они рассказали? Да, действительно, лейтенант полиции Киевской области и сержант в момент именно катастрофы находились неподалеку. Они фактически стали очевидцами этой катастрофы. Они видели само крушение вертолета, что было дальше. И в тот момент, когда они находились там на месте, первое решение, которое они приняли, это было броситься на помощь людям. Один из них сразу начал вызывать экстренные службы. Второй сразу бросился к детскому садику. Туда, именно в тот момент, где выходили люди. Из-за того, что окна и двери были закрыты, сложилась очень сложная ситуация. Поэтому было принято полицейским решением разбивать окно. Фактически он разбил окно своей рукой, начал вытягивать детей. В тот момент именно катастрофы он успел спасти девочку маленькую, а также вывести за руку мальчика. Потом после этого сразу поднялся на второй этаж, помог выбраться самим преподавателем детского садика, а также детям. Второй сотрудник наш сбросился через центральный вход, начал обходить все помещения абсолютно, убеждаться в том, что людей на месте происшествия нет. Вы можете видеть на этом видео, что он фактически заходил в одно из помещений, где уже лежали горящие обломки вертолета. Но и в то же время после этого они оставались на месте крушения вертолета, продолжали помогать людям. Хочу также рассказать о том, что там на месте событий, после того, как мы получили уже сообщение об этой катастрофе, выехали все службы полиции Киевской области, в том числе и полк полиции особого назначения. Так вот бойцы этого полка помогали пожарным выносить тела погибших в этой катастрофе. И весь день, когда была ликвидация аварии и эвакуация людей, мы находились там. Мы находимся там и сейчас. Наши полицейские подразделения продолжают осматривать все квартиры, которые были по периметру этой катастрофы, для того, чтобы установить, возможно, наибольшее количество очевидцев и данных по этой трагедии. Ирина, я так поняла, что малышей передавали прямо в окно. Ну в чем были, да, в чем были в группе? Куда их потом сразу отводили? Удалось ли их сразу успокоить? Успокоить родителей, которые бежали, конечно же, в истерике, в панике? Да, действительно, ситуация была очень напряженная. В тот момент, когда произошла сама катастрофа, было очень сложно понять, что кому делать. И мы знаем, что очень многие люди, соседи, которые жили в ближайших домах, они тоже бросились помогать детям. Многие дети были в памперсах, многие без одежды. Наши полицейские просто брали покрывало, укрывали детей, передавали их через окна и дальше людям, которые их в дальнейшем спасали. Мы знаем, что многие детей сразу отправили в больницы. На данный момент многие из них находятся в броварах, а также в столице. Некоторых детей уже отправили за границу. Многие из них еще готовятся получить помощь, в том числе от наших иностранных партнеров, для того, чтобы получить наиболее лучшую помощь в плане медицинского. Ну, в общем-то, на самом деле, в той ситуации, которая случилась, все были вместе, все пытались помочь, и пожарные, и спасатели, и просто люди, и медики, которые сразу прибыли на помощь, максимально быстро постарались спасти тех людей, которые находились в очаге именно катастрофы. Тут очень важно, что полиция действовала вместе с людьми, да, хотели бы это подчеркнуть. Там вот и подростки были, которые сразу бросились на помощь, и они все вместе с полицейскими работали над решением этой важной задачи, спасения людей. Да, это правда. Мы когда приехали сразу на место происшествия, это было буквально через 20 минут, и руководство полиции Киевской области было на месте, и все экстренные службы. И когда мы начали проходить уже к месту аварии, было видно огромное клубы дыма, и там, на самом деле, было очень сложно находиться, но, тем не менее, и медики, и пожарные, и люди пытались в первые минуты катастрофы спасти тех, кого можно было спасти в тот ужасный момент. Мы понимаем, что, конечно же, и на территории детского сада, и по периметру были и останки тел, и останки трупов, которые, людей, которые погибли в этой катастрофе. И мы благодарны за то, что удалось максимально быстро отцепить территорию и не допустить того, чтобы какие-то вещественные доказательства этой катастрофы исчезли с места преступления. Многие страны выразили свои соболезнования в связи с этой трагедией. Какие страны уже прислали свои соболезнования? Что пишут ваши коллеги? Ну, мы знаем, что на данный момент соболезнования уже выразили Соединенные Штаты Америки, Эстония, Польша. Я бы хотела сказать о тех людях, которые обратились к нам непосредственно к полиции Киевской области в этот момент. Огромные слова поддержки нам оказал Говард Баффет. Он всегда поддерживал и полицейских Киевской области, и, в принципе, правоохранительные структуры. В первый момент он уже написал о том, что поддерживает нас и очень сожалеет об этой утрате. И сказал о том, что он в любой ситуации и в дальнейшем будет поддерживать Украину в этой войне. Он с сердцем с нами, и он продолжает быть с нами. Кроме этого, поддержку также и высказали и соболезнования, и глава форума полицейских США, это Чак Вакслер. Он также высказал и поддержку полицейским, и предложил, если нужна какая-то помощь в каких-то дополнительных моментах, то, конечно же, они нам помогут. Ну и, в общем-то, мы чувствуем поддержку каждого, кто знал, как работало министерство, как работали правоохранительные структуры, и мы чувствуем эту поддержку сейчас. Вот как вы чувствуете, насколько вообще тяжела эта потеря для МВД, особенно сейчас? Что говорят ваши коллеги? Скажу вам откровенно, я сама проработала министерство долгое время. Я знаю, что это коллектив профессионалов, и сейчас, конечно же, каждому очень непросто. Но в то же время мы помним, что очень важно в этот момент проявить и дальше профессионализм, стойкость и выдержку. Поэтому мы продолжаем работать в том же ритме, усиленном режиме. Мы все понимаем, что мы находимся в состоянии войны. Это не то время, когда нужно расслабляться, раскисать и проявлять какие-то эмоции. На самом деле, все сейчас очень организованы и на самом высоком уровне исполняют свои обязанности. Вопреки тому, что это действительно огромная опрата для нас. Это правда. Какие задачи ставил в это военное время министр Денис Монастырский, подчиненный? И какие его, возможно, наставления каждый из рядов МВС будет считать своим долгом продолжать? Скажу вам откровенно, что Денис Монастырский всегда своим главным принципом и главным тезисом, и говорил всем нам и руководству, и личному составу, то, что Министерство внутренних дел – это Министерство безопасности. И каждый человек, как в министерстве, как в ведомствах, и нацгвардии, и нацполиции это понимал. Поэтому и каждый полицейский, и каждый нацгвардеец, и каждый правоохранитель понимает, что мы работаем все на обеспечение безопасности страны и каждого из наших граждан. Мы знаем, что Денис Монастырский в самом начале войны и оккупации сам выезжал на очень многие места, где, в общем-то, была огромная опасность и возле Киева, и рядом, и мы там были с ним вместе. Мы видели, насколько это мужественный человек, насколько также его и первый заместитель Евгений Енин также выезжал, не боялся, рисковал. Страх был, на самом деле, неведом для них. И сейчас мы продолжаем поддерживать эту философию. И каждый полицейский на своем месте продолжает защищать граждан и продолжает нести эту главную функцию, быть безопасностью для наших граждан. Спасибо вам большое за этот разговор, за комментарии. Хотели бы еще раз принести свои соболезнования в связи с этой утратой всему коллективу МВД, конечно, и семьям погибших и пострадавших в броварах. А я хочу напомнить зрителям, что с нами на связи была Ирина Прянишникова, спикер полиции Киевской области.